Привет, мужик! На связи Владимир Шамшурин. И сейчас хочу поделиться с тобой такой историей соблазнения. Недавно я вернулся из Таиланда, в этот раз мы ездили на Пхукет, и там было очень много всего интересного, да, то есть и у меня, и у моих клиентов, и у моих учеников. И были интересные истории соблазнения, и классно отдохнули. Но вот к чему я это говорю? То есть в Таиланде очень сильно развит такой бизнес, такая деятельность, как секс за деньги. То есть ты идешь по улице, и тебя просто, в прямом смысле слова, хватают за руки, за ноги, за задницу. Какие-то женщины пытаются затащить там к себе, говорят, пойдем-пойдем с нами, будет хорошо, и так далее. В чем прикол? То есть секс за деньги, и секс, когда ты девушку соблазнил, когда ты заинтересовал, когда ты сам к этому пришел, то есть разница колоссальная. Секс за деньги. Деньги, они как бы позволяют компенсировать весь этот процесс соблазнения и убрать его, да, и получить секс сразу. Но ты получаешь такое физиологическое удовлетворение, то есть непосредственно сам по себе секс, сам по себе какой-то перебир. Но, собственно, радости от такого акта, ну, не так много. Ну да, ты получил, ты удовлетворил свои какие-то физиологические потребности, и что? Другое дело, когда секс происходит по причине того, что ты девушку соблазнил. Ты к ней подошел, ты ее заинтересовал, ты ей понравился, ты был в процессе, ты получал удовольствие от того, что видел, как она сближается с тобой, а ты сближаешься с ней. И когда ты получаешь секс, в конце концов, это такая награда, это настолько офигенное удовольствие, несравнимое с сексом за деньги, потому что здесь еще и психологический момент присутствует, потому что, как бы, одно дело физиологии, другое дело моральное удовлетворение, психологическое удовлетворение. Когда ты получаешь секс с девушкой, которая тебе действительно нравится, которую ты сам выбрал, которую ты соблазнил, ты после этого чувствуешь себя морально настолько хорошо, у тебя настолько взлетает твоя самооценка, твое самоощущение, твоя какая-то сексуальная энергетика, тебе настолько классно, что, ну, ни в какое сравнение с сексом за деньги это просто не идет. Поэтому я призываю тебя отказаться от секса за деньги, как бы ни было волнительно, страшно, подходи к девушкам, общайся, соблазняй их так, они тоже этого хотят, поверь, и вам, и им нужно одно и то же, и нам, и им. И в связи с этим хочу рассказать такой филд о том, как я соблазнил одну из девушек, с которой был очень классный секс, очень классный процесс соблазнения, ну, в общем, ситуация была следующая, я, мы пошли в клуб, я стою в очереди, немного спереди от других, в толпе, стою в очереди в клуб. Ни о чем, в принципе, еще таком не думал, только вот стою, смотрю, там, что там, кто там, и прямо вот там параллельная лестница, с которой спускается девушка, выходит из клуба, она настолько была офигительно красивая, настолько она была яркая, такая темненькая брюнетка, очень сочная, и просто спускается, проходит мимо этой очереди и уходит. Я смотрю, она там начинает растворяться в толпе, и что-то в этот момент вот просто что-то меня, не знаю, дернуло, заставило, щелкнуло в голове, что-то, какой-то внутренний голос сказал, иди. Я забил на клуб, я просто разворачиваюсь, выхожу из этой очереди, никому ничего не объясняю, бегом догоняю ее. Догнал ее в толпе, пока она не потерялась, подхожу к ней, говорю, привет, куда ты, почему из клуба все в клуб, а ты обратно? Что-то говорит, нет настроения. Я говорю, ну, значит, будем гулять вместе с тобой, давай руку, беру ее за руку, и мы идем гулять. То есть все настолько произошло моментально, настолько все это было просто на уровне какой-то энергетики, какой-то химии, я не могу это объяснить. И выходит следующая ситуация, что мы гуляем уже полчаса примерно с ней. То есть мы болтаем, идем, разговариваем что-то там с ней за ручку, как родные, как будто знаем друг друга сто лет. И в какой-то момент я понимаю, что я даже не спросил, как ее зовут, я не знаю ее имени. То есть мы идем, общаемся, держим друг друга за руки, болтаем, и я даже не знаю, как ее зовут. Я с ней знакомлюсь, я говорю, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Катенька, ну, я говорю, меня зовут Вова. Доходим до того места, где она оставила мотороллера, она, оказывается, там уже живет пару месяцев. Она с Украины, очень-очень классная девушка. И что-то тоже слово, за слово, и от нее, причем, я подчеркиваю, от нее поступает предложение, «Слушай, давай возьмем вина, пойдем на берег, на море». Конечно, ну, я не мог этому отказать. Мы заехали в магазин, взяли вина, пошли на море. Чтобы вот там мы сидели на шезлонгах, темно, ночь, волны, шум ветра, настолько это все классно и романтично. Мы с ним общаемся, и общение было довольно долгим, ну, наверное, там часа два. Мы сидели, болтали, я держал ее за руку, возбуждал постепенно, делал массаж плечей, массаж затылка. Все, что можно было делать для того, чтобы ее возбудить. Я в этот момент, меня еще раз осенило то, что все-таки я знаю толк соблазнений, я понимаю, что к чему. Потому что за эти два часа, я, несмотря на то, что общение началось так легко, она выдала все возможные отговорки, все возможные какие-то женские проверки, все возможные отмазки и так далее. То есть она складывала себе ответственность, она проверяла меня, она повышала свою значимость в какие-то моменты. И я понимал, что в каждый момент, когда она что-то говорит, когда она какую-то фразу произносит, какие-то вещи она там опровергает. То есть я все это вижу как будто насквозь. Меня вдруг осенило, что я настолько хорошо в этом разбираюсь, что любая ее фраза, я прекрасно понимаю, зачем она это сказала, что она хочет этим донести. А поскольку женщина, если слушать женщину, то ничего хорошего из этого не получится. То есть нужно слышать в ее словах какие-то подтексты, то есть понимать, для чего она это говорит. И я понимал все это, и меня просто настолько штырило от того, что сейчас я просто вижу ее насквозь. Я понимаю каждый шаг. Это был настолько интересный процесс соблазнения. Это была такая игра, что непередаваемое ощущение. Причем я заранее уже знал, что кто и что получит в этой игре. Хотя мы оба, конечно же, хотели одного и того же. Потом каким-то трудом я все-таки ее затащил к себе в номер, потому что она очень сильно не хотела ко мне идти. Я ее долго-долго-долго уговаривал, прожимал там, убеждал, что нужно зайти, что куда она сейчас поедет там, тем более за рулем мотороллера. Я посадил ее на свой возле гостиницы. Мы поехали покушали, там часов в 6-7 утра уже было. И приехали обратно к номеру. Я все-таки ее затащил. Мы легли спать, потому что дико хотелось спать. И я лежу, понимаю, что рядом со мной офигенная, классная сексуальная девушка. То есть с ней просто уснуть не получится. Я пытаюсь ее возбуждать, там делать массаж. Она нет-нет просто ни в какую. Нет и все. Ну я думаю, ладно, я немного посплю утром. И мы проснулись утром, через пару часов, наверное. Я начал продолжать ее возбуждать, продолжать целовать. Вот ну ни в какую. То есть так называемая битва за трусы, когда девушка, но никак ни в какую не поддается. И опять же здесь я знал, что делать, и поэтому я пришел к тому, что я хотел. У нас после этого случился офигенный классный секс. Все-таки я получил доступ к ее телу. И она отдавалась очень страстно, очень ярко. Настолько было круто, что вот он секс, когда это секс не за деньги, а когда ты соблазнил девушку. То есть когда она понимает, что ты преодолел все ее какие-то преграды, препятствия выставленные ей, проверки. То есть тот ли ты самец или не тот, которому стоит дать сейчас. С тем, с кем сейчас стоит быть, или не тот, с кем сейчас стоит быть. И женщина в этот момент отдается, и тебе настолько приятно больше психологически от того, что да, сейчас эта женщина с тобой, она всецела твоя. И телом, и душой, и сознанием, и мозгом. Потом был еще секс, и еще секс. И причем самое интересное, что после каждого раза, перед предыдущим разом, она так же сильно ломалась, так же сильно сопротивлялась. Я спросил, почему ты так делаешь? Она говорит, что ну мне так нравится. Я вот так устроена, мне хочется так, чтобы меня брали вот так вот практически чуть ли не силой. Ну значит, это ее. Для чего я, собственно, тебе это рассказываю? Потом было утро. Утро было офигенное. Когда ты выходишь на балкон с красивой полуголой девушкой. Светит солнце, и какие-то запахи приятные, вот эти тайские. И тебе настолько классно и хорошо просто от того, что вот сейчас произошло. Сейчас был секс не за деньги, да, а по взаимному согласию, по взаимным интересам. С такой офигенской обворожительной, классной, суперской девушкой, хохлушкой. Для чего я все это рассказываю? Для того, чтобы ты, слушая это, наверное, замотивировался. Меня лично такие истории всегда очень сильно мотивировали и толкали вперед, заставляли идти на улицу и знакомиться с девушками, соблазнять. Они заставляли меня брать себя за яйца и что-то делать. Я надеюсь, что и тебя, и эта история, таких историй очень много у меня на самом деле. У меня и у моих учеников. Просто раньше я тебе их не рассказывал, а вот сейчас мне захотелось поделиться с тобой. И, наверное, дальше я буду периодически выкладывать такие истории. Меня это очень сильно мотивирует, и пусть тебя это мотивирует. Потому что вот в такие моменты ты понимаешь, что именно ради этого стоит жить. Это очень классные моменты. Ну, естественно, что это не цель всей жизни, но это моменты, которые запоминаются, которые оставляют такой хороший, приятный, позитивный отпечаток. Поэтому, ребята, парни, говорим сексу за деньги. Категорическое нет. И мотивируемся, самомотивируемся, мотивируем себя и идем в поля, идем знакомиться с девушками, идем в клубы, идем соблазнять, идем куда угодно. Но для того, чтобы не просрать жизнь, нужно делать что-то. Поэтому, ребята, начинайте прямо сейчас. Удачи! Увидимся! Удачи! Удачи! Удачи!